О, тень нашего планера скользит справа, посмотри, как красиво! Главное, не столкнуться с собственной тенью, мне кажется, да? Эх! Здравствуйте, уважаемые любители лётных видов спорта! Я счастлив поделиться с вами очередным красивым видом и вечерним долётом домой. Мы заканчиваем лётный день в очень хорошем настроении. Неожиданно просто хорошая погода и в ожидаемо красивом месте. У меня сейчас точка будет разворота, вот эта вот вершинка. И я вам сейчас покажу очень красивый гордый аэродром, на который можно приземлиться. Ну и вообще всё, что творится вокруг вот этим чудесным августовским вечерочком. Очень красивые три вершинки. Недавно мы ролик снимали рядом с ними. Вот сейчас я нехорошо делаю, я не хочу сваливаться туда в лёд, поэтому буду делать левый вершин, а не правый. Хочу оставаться со стороны солнечной. Сейчас уже запад, вечерело, солнце запада, поэтому вот этот склон работает. Посмотрите, какое количество озёр красивых на нём. Просто бесподобно. То есть этого я вам не мог пройти мимо этих видов. Склон работает, мы на нём ковыряемся. Не хочу сейчас набирать много, потому что, во-первых, в этом случае будет достаточно неудачный ракурс на аэродром, который я вам хотел показать. Поэтому, так, не сильно уделяя время набору, лучше покажу вам озеро. Видите, такого безумно красивого цвета вода. Видно, как ветер дует. У нас, у меня есть фильм, где мы, кстати, очень красиво проходим перевал, вот крыло показывает склон. Там перевал, вот там под ущелье озеро. И, собственно, если перевал не пройти, единственный способ садиться в озеро. По-другому не бывает. Можно обойти вокруг, но очень неудачно. Я, конечно, когда перевал прошёл, я тут долго дышал, был сложный очень полёт. Там кое-чего не рассчитали. И, конечно, я тут радовался, как конь, когда попал на этот склон и смог взять поток от станции канатной дороги. А станцию канатной дороги я вам как раз сейчас и покажу. Мы пролетим мимо. Ну, над верхней пролетим, а поток я взял вот с тех вот ниже платос этого, там, где тоже куча озёр. Выкарабкался с самого низа до вот этой станции канатки и уже оттуда похромал домой. Ва! А потоки, как вы видите, есть. Всё здесь хорошо. В потоке рядышком с вот таким, как это, лёд и пламени. Это лёд и скалы. От канатной дороги естественным образом тянутся канаты. И сейчас мы сделаем кружочек над ней. Может, даже каких-то людей увидим. Естественно, за канатой я зацепляться не сильно хочу и не планирую. О! Ну, разве это не ракурс? Разве это не красота? Людей нету. Канатка не работает. Но ведь это всё-таки бесконечно, мне кажется, красиво. Макс, ты как? Снимаю. Огонь? Контент огонь? Огонь. Всё так. Это тот самый Макс, который мы приземляли в Бешайсе. Он сегодня проездом приехал ко мне поделать вкусную самсу и кебабы. И вот я решил, у меня время осталось сегодня, я решил, почему по благородному дону одному не слетать с другим, так сказать, не менее благородным доном. Так, пройду ещё по склону, по снимаем вам тень. Я очень люблю вот это занятие, съёмка собственной тени. Немножечко потряхивает, конечно. Не знаю, пусть, ну, сейчас, может быть, я закреплю. О! Закрепил. Отцепляет она с тени или нет? Не вид. О, вижу, в телефоне что цепляет. И сейчас максимально, сейчас уже в телефоне смотрю, смотрю скалу, по которой скользит тель планера. И максимально сейчас буду приближаться к скале аккуратно. Очень аккуратно, но очень максимально. Макс, снимаешь? Да. Ну, а сейчас будет минимально возможное расстояние до скалы. Знаете, когда начинаются, друзья, проблемы? Когда мы встречаемся с собственной тенью. Вот это вот я не хочу. А эти? Ну вот, то же самое место, где я начинал вам снимать ролик. Так, я обещал, я бы, что же я вам обещал? Макс, что я обещал глубокважаемым любителям ледных видов спорта? А, о, вот видите, память, память подводит меня уже. Ну, целый день сегодня в небе, это у меня третий вылет. Поэтому, когда много вылетов, под вечер капельку все-таки устаешь немножечко. Вон она, точка разворота, будущее. О, все, разворачиваемся. Вот внизу, видите, какие поля ледовые. То есть, это вот ледник, снизу там что-то в перемешку камня с ледом. Ну, вот эти вот озера, это, конечно, да, это божественно смотрится. А в каком мы месте? Ну, много раз я вам снимал ледник, который 4000, вот крыло показывает, он там далеко. Ну, там, видите, грозы сварились. То есть, мы недавно совсем были над тем ледничком, ну, и гроз тогда там, конечно, не было. А теперь, видите, как у Чумыданина вышло. И мы успели уйти на запад. А на западе, как видите, более стабильная воздушная масса. В чем вот здесь фокус? В том, что, когда такая вот погода с потенциальными грозами, как правило, всегда есть линия западнее обычного нашего маршрута, по которой можно вернуться домой. То есть, берешь западнее и, обходя грозы, возвращаемся мы. Но тут всегда есть некая грань по погоде. Потому что, если взять слишком западнее, то нет погоды. Вот, как и конкретно в этом месте, где мы сейчас, погода есть. Но чаще всего ее здесь нет. Поэтому мы летаем здесь редко. И поэтому, вот, вашему пристальному вниманию, вот эта вот вся текущая красота. Я стараюсь подальше держаться сейчас от канадки, потому что канады. Ну, скорость есть, высота есть. Поэтому сейчас я к ней чуть приближусь опять. И облечу ее, чтобы сделать вам еще один у нее красивый ракурс. Ну, скребет можно по нему гонять вечно, он здесь работает. Ну, все не снимать. Так, канадка. Сейчас пройдем рядышком и уйдем в сторону аэродрома. У каждого пилота должен быть план, что он делает в ближайший момент. Я вот сейчас по канадке. Снимаю канадку на фоне озера красиво. А-а-а! Как я хотел. И даже, хоть даже канаты видно, а то как трясет. Озер здесь, конечно, немерено. Параплан, кстати. О, парапланирист отважный. Тут, конечно, был бы я парапланиристом, боялся сильно. Возьми мучку, Макс, можешь вот так подержать и пролететь. Я вытянул увеличением парапланириста, чтобы все увидели. Такой он отважный. Не знаю, видно, что он отважный. Я надеюсь, что его видно. И видно, как он отважно летит куда-то в провода. Блин, там же как раз провода канадские. Ой! Ну, наверное, понимает, что делает. Ладно, с проводами мы закончили. Так, аэродром. Я взял ручку. Вот представляете, летаете вы в таком месте, летаете. И вдруг у вас высота кончилась, и вы думаете, ну все. Ну, во-первых, с такой высоты, как сейчас, мы до аэродрома собственного долетаем. До дома. Вообще никаких проблем. А во-вторых, посмотрите, какое чудо. Горный аэродром. Макс, возьми ручку и очень параплавно, очень небольшой крен вправо. Я как раз в этом случае смогу аэродром показать под крылом. Вот, смотрите. Буквой Т аэродромчик. Вот, со стороны долины нужно на него приземлиться, подняться вверх и повернуть на парковочку. Потому что углон у этого аэродрома, будь здоров. Для чего? Для того, чтобы все прилетали сюда, так сказать, кататься на лыжах. Есть у вас свой самолет? И у вас великая цель, поднятие, когда нужно, Макс, ты уже домой. Потому что убирай дверь сейчас и влево. Влево отворачивай. Наш аэродром вот там, где-то за горизонтом. До него у нас 76 километров. Высота у нас сейчас 3000. Там надо будет немножко набрать. Все-таки мы до аэродрома не долетаем. Но вот там есть облачка. Что-нибудь додоковыряем. У меня взял ручку сейчас. Это все у нас классический перспонтажный ролик. Привет с неба. И вы будете за нас переживать, как мы там долетаем или не долетаем. Будете писать там добрые комментарии. Типа, Игорь, мы там желаем вам удачи. Вот еще раз, вид вам на аэродром. Вау, какая красота. Просто вид вокруг. Да, вот пожелайте нам, кстати, удачи. Я думаю, что мы вот могли бы сейчас не делать этот круг и лететь до аэродрома. И долететь бы с большей вероятностью. Но мы же хотим вам красоту показать этой долины. Приезжайте сюда кататься на лыжах. Место шикарное. Я так понимаю, что можно покататься, жить вот в этих красивых домиках всевозможных. Приземляться на вот этот вот замечательный аэродром. И кататься вот везде здесь. Представляете, вот сзади какая красота осталась. Понятно, что все эти озера поддернуты литком зимой и так далее. Но помимо этого, если вдруг вы захотите, то можно вот перебраться и вот там с ледника кататься. С ледника до сих пор катаются. Мы сегодня там встречали этих... Возьми ручку вот так по прямой пролети. Мы встречали там сегодня сноубордистов. Сейчас я вам сейчас его получше покажу. Встретили там сноубордистов, которые до сих пор 22 августа сейчас, и они еще катаются. Сделали левый легкий клен. И скоро выпадет уже снег. Собственно, осталось-то чуть-чуть. В конце августа, в сентябре уже первый снежочек выпадает. И можно уже покататься вообще хорошо. Все. На этой оптимистичной ноте у нас тут как бы не то чтобы сложности, но нам надо сконцентрироваться на возврате домой. Я не хочу использовать всякие там моторчики на домой. Это пошло. Вы, кстати, спрашиваете, сколько раз за год я это делаю. Ну, где-то в среднем 2-3 раза за 100 полетов. Приходится запускать двигатель, чтобы не то, что там нам негде приземляться, но просто чтобы с комфортом долететь до дома. И вот приземлиться-то можно здесь. Во-первых, аэродром сзади остался. Во-вторых, мы сейчас до аэродрома Гренобля долетаем, до ГАФа. Не переживайте. Все у нас будет хорошо, но удачи вы можете нам пожелать это. До новых встреч, глава, уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Пишите, как вам нравится. Что добавить, что убавить. Лето – это сезон коротких безмонтажных роликов. Эгэгэй! Лето – это сезон коротких безмонтажных роликов.